Функции очень важная тема и для программирования, и для лингвистики. Я тут, кстати, летом буду полностью теорию Хомского рассказывать, где-то, в принципе, язык к функциям сведён так или иначе. Ну, поэтому два глипа просто делаю для самых общих понятий, которые к функциям и отношениям относятся. Значит, бинарные отношения. Бинарные отношения, в принципе, это то же самое Декартовое произведение, ранее описанное. Вот, значит, ну, это подмножество из всего Декартового произведения просто определили какое-то подмножество по какому-то признаку. То есть, мы берём, короче, допустим, всё, что можно с этими числами сделать, да, это будет Декартовое произведение, все пары, которые можно составить. А потом определяем какой-то признак, то есть, мы не все пары берём, а только те, которым признак удовлетворяет. Ну, вот, кстати, пример, это самый неплохой. Вот, просто у нас есть, короче, все-все-все, да, пары, а потом мы только берём те, у которых, допустим, x меньше 5 и x меньше 3, вот, и всё у нас получается в бинарные отношения. Значит, Декартовое произведение, к которому указали признак, ещё раз, да, будет у нас. Но оно будет подмножество полного Декартового произведения, конечно. Проще всего писать его в матрице, поэтому есть понятие матрица отношений, но матрица отношений это легко. В принципе, Декартовое произведение можно в виде таблички такой записать, для которого мы просто пишем 1 и 0, если... Вот 1 мы пишем, если входит вот такая пара в наше бинарное отношение, в наше подмножество, а 0, если она не входит. То есть, получается, в виде таблички... А, ну да, в бинарном отношении, естественно, 2 множества, да, почему оно бинарное, потому что там всегда пара будет 2. То есть, там из 3, там из 4 нельзя, короче, завинтить. Получается, мы, да, можем в виде таблички, в которой в виде единицы или 0 просто указано, входит эта фигня в наше бинарное отношение, вот, или не входит, и всё. Ну, область определения, область значения в школе проходили, поэтому, в принципе, ну, проще говоря, лингвистически, область определения – это то, что мы пишем слева, а область значения – это то, что мы пишем справа. Вот у нас были множество А и Б, вот из них А – это область определения в этом бинарном отношении, а область Б – это область значения этого бинарного отношения. Ну, естественно, мы можем дополнение бинарного отношения до полного Декартового произведения также определить, да, То есть, поскольку бинарное отношение подмножество, то полное множество же будет, да? Соответственно, можем определить и дополнение с этого подмножества до полного множества, до декартового произведения полностью. Важная тема – это произведение или композиция отношений, потому что, в принципе, вот как серия композиций может быть определено практически, так сказать, любое знание. Композиция отношений – это проекция в математику причинно-следственных связей, которые, да, у нас в основном определяют, как наш мир устроен. Значит, ну что это такое математически? У нас три множества – А, В и С. При этом есть бинарные отношения А и В, и есть бинарные отношения В и С. То есть, грубо говоря, между А и В есть какая-то связь, да, и между В и С какая-то связь. Так вот, мы выбираем те элементы, для которых есть связь от А до С. Вот у нас, допустим, есть пара X, Y, X, X, Z, да, да, вот, пара X, Z, которая принадлежит первому отношению, да, и пара Z, Y, которая принадлежит второму отношению. Вот как бы через этот Z они связаны, да. То есть, я сейчас даю не математическое определение, математическое определение я вывожу на экран, да, А смысл, вот, с точки зрения, так сказать, логики этого всего, да, вот через Z они связаны, и поэтому мы их определяем как композиции отношений. Обратные отношения – это все то же самое, только, значит, наоборот. То есть, мы говорили, что бинарные отношения – это пары А и В. Если б и А тоже справедливы, да, то есть, б и А принадлежат какому-то множеству R1, да, ну, то оно обратное. Ну, короче, нет, что-то я так это мудрю. Сейчас как-нибудь попроще по-русски. Ну, вот у нас было, короче, бинарные отношения из каких-то вот А1, А2, В2, А3 и так далее. А обратные отношения – это когда мы пишем просто наоборот, да, то есть, мы пишем не А1, А1, А2, А, ну, вот, пример, 2, В3, С и так далее. Вот, важная вещь – это признаки этих бинарных отношений, вот они, их 5. Я попробую, значит, на примерах, и потом еще выведу, как по-другому пишется. Рефлексивно – это просто, то есть, это значит, что в это бинарные отношения входит само, само это число относительно себя, если он там так может быть. Сам элемент, то есть, не число даже, да, или сам элемент множества относительно сам себя тоже образует, короче, бинарные отношения, вот для данного признака справедливые, тогда оно рефлексивное. Значит, антирефлексивное, когда оно никогда не образует. То, что мы можем по-разному определять эти множества, можем так определить, что любой элемент также сам по себе бинарные отношения, а можем так определить, что он не может быть никак бинарным таким отношением. Симметричные, если из того, что Х и У принадлежат этому отношению, следует также, что наоборот, У и Х принадлежат. Но многие антисимметричные. То есть, вот антисимметричные – это когда вот из того, что они вот в одном порядке принадлежат, следует, что в обратном не принадлежат. Ну вот, допустим, отношения субъекта и объекта там, допустим, я беру телефон, вот оно антисимметричное, потому что телефон меня не берет. Вот это антисимметричное отношение, я беру телефон, тогда уже лингвистически привожу, да? Вот. А допустим, я люблю маму – это симметричное отношение, потому что мама также любит меня. Я думаю, что на лингвистике понятнее. Ну, транзитивное отношение – это вот примерно то, что я говорил о произведении отношений, но как по-другому написано, да? Что для любых Х, У, З из первого множества, если Х и У входят в бинарные отношения, и У, З тоже входят в бинарные отношения, то Х и З тоже входят в это бинарные отношения. Вот. То есть иногда эту связь можно, опять же, провести, а иногда нельзя. То есть иногда транзитивность есть, иногда нет. Но это очень важные, значит, признаки. И вот я еще из интернетов привожу, как это по-другому пишется. Это было по учебнику Мальцева. Вот еще пишется в логике так. Вот это вот перевернутое А – это всякое. Значит, рефлексивность у нас как определяется? Для всякого А, которое принадлежит множеству, справедливое отношение А в А, А к А. То есть для всякого А оно само по себе сразу входит в это бинарное отношение. Антирефлексивность, что для всякого А, которое принадлежит множеству, несправедливое это отношение, что А относится к А. Вот она симметричная для всякого А в множестве А. Если Б входит в А, то отношение А к Б такое же, как Б к А. Примеры симметричных, асимметричных. Ну вот, друг, да? Друг симметричное отношение. То есть для всякого, кто относится к друзьям, если я, короче, тебе друг, то ты мне тоже друг. Вот симметричное отношение. Если я тебе друг, то ты мне тоже друг. А относится к Б, так как Б к А. Антисимметричные отношения, когда заданы такие отношения, что они не конвертируются обратно. Ну, это типичное начальника-подчиненный. Вот если для всякого, значит, начальника, да, который относится к множеству начальников и подчиненных. Если я начальник, а ты подчиненный, то обратное точно неверно. То подчиненный, тогда он уже не начальник. То есть, либо я твой начальник, либо ты мой начальник. Это антисимметричные отношения. Вот. Ну и, наконец, транзитивные отношения, это если мы, да, средний член можем пропустить. Ну, в принципе, это тоже такая некая иерархия, это уже из трех, допустим. Сейчас подумаю. Ну, да, допустим, да, иерархия, допустим, солдат, да, капитан, лейтенант и сержант, да, иерархия военная. Вот если, значит, капитан к лейтенанту относится так, как лейтенант к сержанту. То есть, это, это командир, да, вот отношение командир называется. Капитан, командир, лейтенант, лейтенант, командир, сержант. В принципе, мы можем пропустить лейтенанта, нахер он нам сдался, да, и просто сказать, что капитан, командир, сержант. Вот если пропускается, тогда транзитивное отношение. Ну, все, я думаю, что на начальниках, солдатах, друзьях и так далее, думаю, что совсем понятно. Ну, и вот эти вещи очень важны, потому что вот их надо уже на автомате, дальше уже все определения будут танцевать от этих признаков.